Всем привет, дорогие друзья! С вами Фёст Ван, и мы продолжаем играть в Raft. И сегодня я решил сделать такую серию, в которой мы будем как-то плодотворно заниматься стройкой. Но понятное дело, что стройка это такое мероприятие длинное, которое требует большой затраты ресурсов, поэтому я заранее решил маленько подготовиться. И за кадром я здесь, ну, маленько всё-таки расширился. Не сильно, но я поставил основное. Я поставил много пальм, потому что пальмы, это, знаете, это наши ресурсы, которые нам понадобятся для стройки, потому что для стройки нам надо будет много досок, много листьев. По сторонам пальмы окружил вот такой вот стеной, чтобы кокосы не разбегались. Также окружил вот таким вот, ну, я не знаю, бревенчатым настилом. Ну, это, в общем, так, сделал две клетки для акулы, чтобы она их отгрызала, чтобы случайно не съела наши пальмы. Ну, и рядочек у меня здесь ещё старый от пальмы остался. Также я ресурсы... Ну, как бы у нас сейчас заготовлен набор ресурсов в рюкзаке, и я здесь ещё скрафтил несколько сундуков, которые тоже забил досками. Но на самом деле это всё мало, это, я думаю, у нас будет быстро утекать. И даже вот эти все пальмы, которые я поставил, я понимаю, что мне их, наверное, тоже будет не хватать, потому что, ну, я о том, что когда уже будет нехватка ресурсов, я, наверное, не буду успевать. Как бы хорошо бы, чтобы ты срубил все пальмы, и потом они успевали вырасти до того, как вам снова потребуются ресурсы. Так, ну ладно, что, давайте займёмся стройкой. Для начала, я думаю, для начала мы всё-таки должны застроить первый этаж, прежде чем приступать ко второму этажу. И знаете, вот что мне не нравится сейчас в моей стройке, это... Ну, вот смотрите, как у меня сейчас выглядит стройка. У меня в центре находится, типа, такая опора, на которой стоят эти деревяхи. Но это выглядит, я не знаю, как какой-то курятник, что ли, ну, как-то непрактично. Мне кажется, куда красивее будет выглядеть, если у нас будут стоять такие, типа, ну, как более основательные опоры по бокам. Это как бы не так практично, но это, мне кажется, более симпатично. Поэтому сейчас я буду ставить гораздо больше опор. И часто не в тех местах, в которых, ну, они прямо вот так, чтобы прямо необходимы. Но зато у нас будет более капитально выглядеть наша постройка. А вот эту опору в центре, ее даже, наверное, можно... Эй. Ее, я думаю, даже, наверное, можно удалить. Так, что-то я ее удалил сразу вместе. Ну, может быть, она без вот этого столба и не удалялась. Так, вот так. Ну, это просто для эстетической красоты. Так, ты опора. Эй. Блин, я знаете, чего удалил? Я сейчас вот это удалил. Похоже, опору саму, я не знаю ее... Можно ли ее снести или нет? Похоже, что нет. Похоже, можно снести только вот это. А, нет, вот. Снес саму опору. Так, давайте теперь эту снесу. Блин, что-то не всегда получается. Так, ладно, здесь мы тоже маленько расширимся. Поставим еще здесь несколько опор. Ну, так тоже выглядит, что... Ой, блин, что-то опять я косичнул. Так тоже выглядит, как будто у нас давала опор. Как будто у нас опор больше, чем... Ну, я не знаю, все в опорах. Ну, ладно. Так, все это сейчас по краю, во-первых, застроим. Чтобы нам акула случайно не подгрызла опору. Потому что я не знаю, что будет, если она сгрызет опору. Может быть, вместе, знаете, с этой опорой сразу упадет все, что там на ней держалось. Может быть, нет. Ну, и, короче, здесь мы тоже вот эту береговую линию продлим здесь. Как бы сделаем застройку того, где у нас будут сейчас вестись работы. Так, у нас уже закончились веревки. Но у нас где-то есть ящик с веревками. Так что мы сейчас достанем. Вот, по-моему, в этот я складывал. Да у нас и доски, в принципе, кончаются. Так что доски тоже надо взять. Можно сюда на панель выкладывать. Так, вот, отлично. Пойдемте работать. На самом деле, стройка в игре, ну, такая. Пока что она банальная. Слишком мало всего можно строить. И мне она даже, знаете, я не знаю, почему-то чем-то напоминает Fallout. Хотя в Fallout гораздо больше, ну, я не знаю, возможностей для стройки. Она, может быть, напоминает вот каким-то, какой-то, я не знаю, однообразностью и серостью. То есть, вот смотрите, я, допустим, вот эти вот стены, это все. Это единственный вариант стены в игре. Больше другой нету. Они, причем, вот ты их ставишь, они могли бы сделать хотя бы их разного вида. Ну, понятное дело, это как бы еще не рабочая версия игры. Может быть, потом будет гораздо лучше. Но вот сейчас, видите, у них у всех дырки в одном месте. Особенно это заметно, когда вот я хожу внутри и рублю эти пальмы. То есть, ты смотришь, везде однообразные дырки, они все одинаково колышутся от ветра. То есть, они даже, знаете, как будто не колышутся от ветра, а они просто, я не знаю, какое-то искривление пространства показывают. Ну, вот видите, как это... Ну, я не знаю. Хотелось бы, чтобы они как-то более реалистично, что ли, выглядели. Так, ладно, давайте доставим, достроим наше основание. Теперь приступим к застройке пиларов. Здесь, в общем, у нас будет тот же принцип, что и с той стороны мы делали. То есть, пилар нужен где-то здесь. А почему я его не могу здесь поставить? А, нам нужен этот хлам. Вот, кстати, если ветки и доски я могу доставать из пальм, то с хламом сложнее. Хлам, он только приплывает по морю. Но, правда, его приплывает достаточно. И помните, я в прошлой серии говорил, что вот, ну, к нам из моря приплывает всякая ерунда, и со временем она перестает, ну, как бы это, поступать в достаточных количествах. На самом деле, ну, я не знаю, наверное, я был неправ, потому что я заметил следующую вещь. Да, действительно, тогда очень плохо ресурсы по морю приплывали в сети, но потом, когда я перезашел в игру, ресурсы стали гораздо чаще падать. Так, что-то у нас как-то все коряво. Как будто у нас на разном... Да нет, вроде на одном. Как будто у нас на разных уровнях. Вот опоры должны идти вот здесь, за лестницей. А тут, вы видите, мы их поставили перед лестницей. Короче, должно быть... Надо сместить все. И с опорой тоже беда, я не знаю, как вот ее снести опору, не снося при этом. Вот этот блок под ней. Короче, очень много сейчас косяков, допуская во время стройки. О, вот, смотрите, сейчас снес только опору. Так, вот нам опоры нужны здесь, а вот эта уже не нужна. Во, снес только опору. Короче, будем целиться вот сюда, прямо в самый нижний... Блин, нет. Как? Короче, вот в эту деревяшку будем целиться. Во. Так, получается, вот эти мы тоже, значит, не так поставили, как надо. И вот эти тоже, блин, тут все не так, как надо. Много ресурсов тратим зазря сейчас. Потому что, когда ты сносишь, тебе ничего не возвращают. В игре, похоже, нету такой, знаете, возможности просто переставить. То есть, ты такой смотришь, это стоит не в нужном месте. Надо переставить. Вот, кстати, здесь, кажется, акула сожрала нам кусок. Но у меня сейчас такой звук, я ее... Это, не слышу этой акулы, когда она что-то грызет. Короче, очень корявая у меня сейчас идет стройка. Прям я сам недоволен тем, что так много ошибок исправляю за собой. Так, ладно, пошли. Вот теперь у нас идут пилары, пилары. Ну и, наверное, нам досок надо взять. Веревки тоже не помешают. Видите, ресурсы просто тают на глазах. Особенно доски. Хотя мы еще толком даже ничего не построили. Мы только, ну я не знаю, мы только построили кучу того, что нам, блин, пришлось еще и сносить. Так, пока что вот так застроимся, а потом сейчас посмотрим, что мы с этим будем делать. Так, пойдемте уже на второй этаж. Теперь нам надо сделать здесь пол. Пол второго этажа. Это у нас вот. Для начала просто застроим пол там, где у нас есть вот эти подпорки. Почему я не могу поставить пол сюда? Эй, ребят, в чем проблема? Что нам мешает поставить пол вот сюда? Вроде все нормально. Опора есть. Ставить на опору это, ну, нормальное мероприятие. Пробую вот повернуть. Ну, не знаю. Вроде ничего не должно мешать поставить пол сюда. Я не знаю. Я сейчас, короче, схожу на соседнюю. Ну, вот здесь все так же, да? Но здесь вот пол нормально стоит. Здесь у нас с полом проблем нету. Почему у нас проблемы появились здесь? Так, ну, сейчас я не знаю. Попробуем что-нибудь снести. Ну, допустим, я сейчас... Сюда можно. Сюда нельзя. Сейчас снесем опору. Потом попробуем. Потом попробуем. Я даже не знаю как. Ну, давайте я попробую. Не знаю. Может быть, я не знаю почему. Может, он не хотел на опоре строиться. Сейчас попробую просто заново все сделать. Смотрите, я сюда даже теперь не могу поставить пол. Это какой-то, по-моему, глюк просто. Вот здесь пол должен строиться нормально. Я его снес, он здесь не строится. Как будто это просто глюк какой-то. Я знаете, что сделаю? Я сейчас сохранюсь и перезайду на карту. Может быть, это исправится. Так вот. Теперь я могу поставить пол. До этого что-то он не хотел здесь строиться. Это просто какой-то баг. Так, игра же еще сырая, не рабочая. Поэтому неудивительно, что здесь какие-то косяки происходят. Так, нам надо попить. Благо, знаете, вот теперь с водой, с едой у меня вообще нету проблем. Я, по большей части, только это. Только кокосы пью и ем, потому что постоянно приходится срубать пальмы для новых ресурсов. Поэтому, ну, кокосов, в общем, хватает. Так, теперь я вот думаю, между этими двумя платформами. Вот у нас такие две платформы. Сейчас мы их застроим стенами. Я думаю, стенами и окнами. Здесь у нас будет... Так, для окон нам нужны листья. А вот листьев у меня в чистом виде нету, но они есть вот здесь, в ловушках. Блин, я, кстати, вот перезашел тогда из игры, а у меня же здесь куча хлама была пойманного. И этот хлам, он не сохраняется. Поэтому я, получается, перезашел в игру, и этого хлама уже нету. Мог бы его собрать перед тем, как выходить. Ну да ладно. Я думаю, здесь у нас будет вот такая стена с тремя окнами. И здесь, наверное, что-то в этом тоже что-то такое же. Хотя можно... Ну, ладно. Смотрите, о чем я сейчас думаю. Я думаю, что мы сейчас сделаем здесь платформу, там платформу. И соединим их между собой таким каким-нибудь небольшим туннелем. И можно еще сделать какую-нибудь лестницу наверх и поставить там платформу, на которой тоже будет что-нибудь интересное. Как вариант, можно было бы сделать таких четыре платформы. То есть туда потом расшириться и туда, и соединить их таким, ну, квадратом. Но пока что, пока что пойдемте. Нам нужна, короче, листва. Листву мы сейчас получим. Так, ну сначала давайте древесину потратим, чтобы нам было куда листву добывать. Поставим здесь для начала пилары. Я думаю, здесь у нас будет такой типа коридорчика, поэтому... Вот так у нас теперь пойдут пилары. Так как коридор будет такой небольшой. Блин, и тут у нас плохо получается. Или... А, нет, нормально. Здесь теперь мы пустим пол. Такой типа... Ну, вот здесь у нас будет коридор. Соединяющий эти две платформы. Здесь еще как-то так бедненько выглядит, что на них одна лестница ведет. Мне кажется, надо было бы сделать две лестницы, которые выводят наверх платформы. То есть, ну, можно... Не знаю, сейчас как вариант. Можно попробовать. Вообще, как они будут смотреться, две лестницы рядом? Вот такой, допустим, если у нас будет подъем наверх. А здесь уже у нас будет стена. Так, а почему стена? А, для стены нужны листья. Для обычной стены нужны листья и для продвинутой тоже. Так, ну ладно, пойдемте добывать листья. Мы маленько разгрузили свой инвентарь. Я уже даже кокосы даже, ну, как-то не собираю. У меня пока что проблем с едой нету. Только рюкзак ими забивать. Раньше я помню бегал. Ой, кокос-кокос убегает. Надо поймать. Не дать кокосу утонуть. Так, все, отлично. Давайте теперь засадим здесь новые пальмы. Вот, видите, что я говорил, когда стоишь здесь, смотришь, и вот прямо все вот эти боковые стены, они все одинаковые. Ну, некрасиво. И колышется, как я не знаю, одинаково. Ну, то есть, они даже, ну, вот это колыхание, оно даже, ну, я не знаю, не похоже на ветер. А похоже на, как будто, я не знаю, их каким-то, какой-то волной искажает. Так, что у нас есть 20 листьев, 20 стен. Немного, но все же. Так, здесь у нас уголок. Здесь у нас, допустим, тоже вот так вот уголок. Здесь у нас будут окна. Окна. Здесь у нас будет коридор. Коридор, я думаю, будет поначалу такой. А потом уже будут идти окна. Все вот так. Так, ну и раз мы там сделали двойную лестницу, то, наверное, двойная лестница нам понадобится здесь тоже. Так, что, опять листья кончились. Листьев прям, ну, не хватает. Пойдемте еще собирать. Нам, наверное, в сети тут попалось маленько листьев. Вот, уже 18 собрали. Неплохо. Так, и, в общем, здесь. Теперь ставим окна. И здесь тоже окна. Так. Теперь. Нам надо... А что нам вообще надо? Нам надо, во-первых, здесь тоже сделать крышу над головой. Чтобы это было хотя бы как-то похоже на дом. А чтобы здесь поставить крышу над головой, нам, опять же, понадобятся пилары. Уже внутри этого здания. Но вот здесь, наверное, будем их уже ставить вот таким вот образом. Единственное, что видите, вот из-за того, что нам нужны постоянно пилары, чтобы делать, ну, как я не знаю, чтобы поддерживать крышу. Поэтому у нас получается, что любая конструкция, какую бы мы ни возвели, она будет внутри постоянно утыкана вот этими столбами. Это, ну, не очень прикольно. Так, а почему не могу здесь? Этот пилар, по идее, должен... А, потому что у меня доски кончились. Так, ну, пойдемте возьмем еще досок. Ну, скоро мне уже неоткуда будет вот так легко тягать ресурсы. Это я пока что вот сделал небольшой запас за кадром. Скоро эти запасы закончатся, и тогда нам придется уже самим рубать пальмы. Так, я смотрю, у нас здесь акула. Ну, кстати, вот для акулы можно, знаете, вот как просто... Я не знаю, я бы это назвал, кормить акулу. То есть, постоянно строишь специальные вот такие вот площадочки, которые, ну, вроде как для акулы, которые ей разрешается, скажем так, съесть. И периодически проверяешь, что она съела, там латаешь дыры. Уже бегать с ней, бороться, я ее даже не слышу. У меня как-то это звук не особо громкий. Так, ладно, здесь давайте застраиваем потолок. Я думаю, вообще, в принципе, я же хотел еще третий этаж. То есть, нам надо где-то... А, я знаю, мы это, наверное, в коридоре сделаем. Сейчас я подумаю. Я просто хочу еще третий этаж. Надо еще подумать, где он будет. Может быть, я сейчас вот построю вот эту вот крышу, а потом мне придется что-то сносить, чтобы сделать третий этаж. Ну да ладно. Ломать не строить. Так, здесь у нас, в общем, две будочки получилось. Я, правда, не знаю, вот насколько выглядит вот этот вот толстый вход с двумя лестницами. Но раз мы сделали здесь такой, то давайте там по соседству сделаем такое же. Ну, где-то здесь есть ящик с едой. Давайте я вот... Есть вода, давайте я всю выпью. Даже всей будет для меня много. Так. В общем, для симметрии нам надо снести вот эту вещь. И поставить здесь еще одну лестницу. Ну, правда, не знаю. Это, по-моему, не очень прикольно, когда вход вот такой прямо рядом с боковой стенкой. То есть, было бы, наверное, правильнее, знаете, что... Ну, вот у нас сколько она здесь занимает. То есть, было бы правильнее вот здесь, допустим, лестницу поставить. Или такую тройную лестницу на вход, да? Ну, то есть... И здесь тоже тройную лестницу на вход. Вот отсюда. Но для этого пришлось бы тут пальмы разбирать и прочее. Ну, или расширить вот сюда вбок. Ну, ладно, вбок с ним. Вот как получилось, так получилось. Но в плане эстетики я бы по-другому сделал. Теперь давайте подумаем об этом коридоре. У нас здесь окна, но здесь можно сделать что-то вроде лестниц подъемов наверх. На третий этаж. Допустим, здесь это будет вот так. Да? Так уже нельзя. Допустим, здесь это будет вот так. А здесь это будет вот так. И там мы еще какой-нибудь третий этаж застроим. Ну, как вариант. Почему бы нет? Теперь надо подумать, как нам надо застроить этот коридор так, чтобы... Так, нам еще... Ага, видите, нам еще нужны пилары, чтобы строить крышу. А если мы сейчас натыкаем пиларов здесь, то это у нас будет... Получится такая ерунда, что коридор вроде как закрыт. Ну, то есть по нему не пробежишь нормально. Это как-то, ну, я не знаю, все глупо. Не, очень неудобно в этом плане здесь сделана стройка. То есть надо куда-то эти палки втыкать посереду здания. Не, ну я, конечно, могу куда воткнуть. Допустим, сюда, да? Но ее оббегать уже неудобно. Ее уже вообще практически невозможно оббежать. И мне понадобилось бы еще один пилар вот здесь. То есть, ну, можно, конечно, но это как-то неудобно. Палки посеред коридора. Но деваться некуда. Вот как-то это разработчики сделали вот такую неудобную систему стройки. На мой взгляд. Так, у нас опять кончились доски. Кстати, давайте проверим вообще, как тут можно пострадать, упав с высоты. Это, наверное, не самая, конечно, большая высота, но урона я не получил. Так, у нас с досками, с досками. Кажется, все у нас с досками. Беда. Здесь хлам. Вот есть еще маленько досок. Так, давайте до конца тут проверим. Здесь уже нету. Все, кажется, я все ящики проверил. Досок больше нет. То есть, дальше нам уже придется собирать пальмы. Это уже, ну, более долгий процесс, чем просто забрать из ящика. Так, ладно, делаем здесь пол. И маленько этот пол расширяем. Но я не знаю, вот сколько нам клеток. Сейчас я смогу выйти? Уже не могу. То есть... Вот это, значит, надо убрать. Вот так вот, да? Это получается, чтобы вывести... Здесь две нам. Ну, короче, сюда можно еще одну поставить. Будет хватать, да? Да, вот так. Ну, уже, правда, выглядит как-то... Ну, как-то я не знаю. Ну, не знаю. Сейчас мы достроим этот этаж. А, смотрите, здесь я пол поставить не могу. Мне, опять же, нужны опоры. Блин, ну... Короче, стройка здесь, ребята, корявая довольно-таки. На мой взгляд. Так, ну ладно. Вот мы, допустим, выбрались наверх. Давайте здесь сейчас сделаем... А что мы здесь делаем? Давайте здесь сделаем какое-нибудь помещение поменьше. Ну, допустим, типа... Ой-ой-ой, не так я хотел. Ну, ладно. Это мы потом подправим. Сделаем что-нибудь типа... Типа вот такого. А здесь делаем эти... Окна. Ты типа поднимаешься. Здесь такая ерунда. Окна. А если ходишь и выходишь... Вот, видите, было бы неплохо, если можно было сделать, допустим, балкон. Сделать вот такие вот... Как вот, видите, вот это вот окно. Только чтобы было не окно, а было просто, ну, такое как бы это... Ну, знаете, когда на балкон выходишь, у тебя вот такая вот штука, на которую можно локтем опереться, я не знаю, и посмотреть на улицу. Здесь мы еще как-то коряво сделали. Неправильно расположили их. Нам надо их в другую сторону повернуть, а то они друг с другом как-то не состыкованы, эти окна и эти стены. Но я уже не буду заморачиваться. Так, ладно, наш персонаж чахнет, он хочет поесть. Или что-то хочешь попить? На тебе, пей. На самом деле, все это какие-то, я не знаю, ну, сараи просто. Я как-то это... Не испытываю удовольствия от стройки, потому что я строю какой-то, я не знаю, барак и сарай из ограниченного количества ресурсов. Сюда, в центр, надо еще воткнуть им палку. Для этого нам нужен хлам, который у нас в рюкзаке закончился. Стаканы мне, в принципе, больше не нужны. Я обычно утоляю свою жажду не водой, а кокосами. Так, ну и здесь, получается, мы строим еще один пол. А вот здесь уже не можем, потому что пилар только на три клетки работает. А я бы вот здесь, если честно, что-нибудь построил бы. Поэтому я поставлю пилар, знаете где? Наверное, здесь. И здесь. Я не могу поставить стену здесь, потому что нету пола. Вот что плохо. Я бы как-нибудь это застроил, это пространство. Тогда нам от этих пиларов толку нету. Ай-яй-яй. Короче, у меня очень много недовольства по поводу того, как здесь обустроена стройка в игре. Так, ну ладно, что, давайте тогда это заключительный курятник еще здесь сделаем. Такой же, как был там. Может быть, постараемся его сделать получше. Типа вот здесь у нас. Так, давайте вот этим, наверное, внутрь. Здесь у нас типа вход. И здесь у нас типа окна. Так, блин, листва закончилась. Ну, листва, я знаю, где мы ее сейчас возьмем. Мы ее сейчас возьмем здесь. Так, кажется, все, забило рюкзак. Там еще куча хлама сейчас улетела просто в никуда. Ну, да бог с ним. Так, вот. Единственное, что один выход нужен, да? Может быть, выход все-таки сделать вот здесь? Хотя тогда зачем нужен такой вход? Можно тогда, я не знаю. Можно, наверное, просто сделать... Ну, просто небольшой домик вот такой, типа, на крыше. Поднимаешься на крышу и можешь зайти вот в такой небольшой домик. Ну, вот он здесь есть. Хочешь, заходи в него. Не хочешь, не заходи. Если бы тут были какие-то предметы интерьера, там, кровать или еще что-нибудь, можно было бы здесь попробовать их разместить. Ну, у нас из предметов интерьера только вон, я не знаю, жаровня, сундуки и, я не знаю, ящик с семенами. Короче, здесь тоже поправим так же, как там. Правда, этот дом сам по себе, вот этот, корявый. Тут стены не в ту сторону стоят. Ну, это, ребята, по неопытности. Вот видите, здесь стены стоят вообще, ну, как бы туда стороной, здесь, сюда, стороной, поэтому и окна выглядят как попало. Короче, вот так вот у нас получилось. Можно еще, как вариант, добавить еще лестницу, которая ведет на эти домики уже. Правда, на нее уже забраться будет, ну, проблематично. Короче, вот такое вот у меня вышло нагромождение. Теперь давайте, мне было интересно сигануть с высоты на свои пальмы. Эх, не долетаю. Так, кстати, что-то мы оголодали. Пойдемте быстренько поедим. У меня тут есть запасы всякого, надо их съесть, потому что я их заготавливал, типа, на будущее, там, когда нужна будет вода, еда. Но на самом деле эти запасы не нужны. Я в любой момент могу пойти и это, набрать кокосов. Так что от этого всего надо избавляться. Как бы, я не знаю, разгрузить себе ящик. Так, а отсюда я до пальмы не допрыгну. У меня охота по крыше пальмы походить. О, вот. Так, если я буду просто бежать, я не буду проваливаться. Тут можно, я не знаю, своего рода такой мини-паркур устраивать. По вот этим, как бы, стенам, по ним тоже можно бродить. Ну, вот, которые вон там, допустим, вдоль пальмы торчат. В общем, ребята, вот такой вот ерунду мы построили. Не знаю, как вам оно, нравится или нет. Мне вот лично не очень. Ну, хотел показать строительные возможности игры рафт. Ну, они такие, я бы сказал, довольно-таки серые. Хотя, имея бурное воображение, можно тут понастроить всякие пизанские башни и прочее. Но при этом оно все будет выглядеть довольно однообразно, потому что, как бы, сам набор строительных возможностей, он довольно ограничен. Ладно, ребят, на этом, в общем, я закончу. С вами был 11101. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok